здравствуйте дорогие мои друзья и подписчики рада вас приветствовать на моем канале сегодня я хочу приготовить ну как всегда я готовлю для себя побыстрее по вкуснее и в общем смотрите как я буду готовить если вам понравится повторяйте и кушайте со мной это у меня сегодня будет так называемая куриная запеканка но и начнем так и значит мы начнем сначала я тут маленечко формочку масла топленого положила как всегда и сверху у меня тут фарш я свеженький накрутила из путем путана это индюшачина наверно вот здесь у меня 400 грамм значит фарш это многовато будет посмотрим чем так фарш разровняем я духовочка маленькая поэтому у меня и посуда вся маленькая так значит сверху мы посыпем соль посолим фарш так и поперчим его поперчим побольше так и теперь мы значит порежем лучок сверху полукольцами вот мы его теперь вот так разложим поверх мяса кто-то меня еще эти от зеленого лучка как они попочки мы тоже сюда положим так теперь мы сверху положим порежем кольцами томаты ну что теперь будем так резать раз такой нож взяла бежать уже не побегу ну вот от лука уже мой нос начал плакать вместе с глазами так и сейчас мы сделаем такую как бы с яйцом и яйцо яйцо маленько сметана чуточку молока сверху так где у меня ложка сметану ложку возьмем и чуть-чуть молока чуть-чуть так разобьем маленечко так разобьем маленечко так ну и яйцо мне кажется тоже маленечко подсолить надо и томаты сверху маленечко подсолить вот так так чтобы не пересолить вот теперь мы все это так 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 и поверх и сверху мы насыпем тертый сыр вот у меня тут граммов 50 наверное ну посмотрим сколько много не будем высыпать потому что яйца со сметаной то уже тоже будет как бы ну вообще-то вообще-то весь сыр я высыплю вот весь сыр я высыпала ой извините носом швыркаю так ну вот все я сложила теперь я пойду к духовочке ну и к моей курочке к запеканке значит я сделаю у меня тут капуста была морковка и я сделаю салатик такой легкий в общем в общем здесь у меня капуста немного сколько сто двести грамм морковочки здесь грамм 50 значит я все это сюда высыплю посолю маленечко так сильно не буду солить так посолю и теперь я вот так промну маленько капустку с морковочка чтобы она маленечко дала сок влажная делается капуста так теперь я маленечко поперчу чуть-чуть чуть-чуть и высыплю у меня вообще-то горошек всегда в этот салат делала но у меня почему-то горошка не оказалось я взяла фасоль какая разница тоже бобовая попробуем с бобовыми так и маслице оливковое нальем так ну вот теперь размешаем наш салат что тут у нас получится я сама с фасоль еще ни разу не делала ну попробуем какая разница фасоль горох я думаю что будет сейчас мы попробуем сейчас нормально только маленько многовато соли я насыпала сейчас мы еще маслицу добавим ну вот вот такой у меня салатик курочки приятного аппетита будем кушать а вы знаете я решила добавить еще пол яблочка сейчас мы размешаем и попробуем мне кажется будет вкусно что такое кисло-сладкое вкусный салатик так сейчас я размешаю и попробую скажу вам и вы сами пробуйте экспериментируете так ну-ка с яблочком вкусно вкусно с яблочком ну вот моя запеканочка готова так вот посмотрите на нее вот сейчас будем накладывать в тарелочку так вот тарелка ага что тут нам не видно блинчик вот так вот теперь мы будем накладывать посмотрим ну корочка такая красивая вот с той стороны показать вот видите на разрезе красота вкуснота так жишку маленечко сверху нальем так и салатику положим вот так выглядит мое блюдо вот будем кушать приятного аппетита я уже попробовала очень вкусно и салат очень вкусно салат получился когда я добавила морковочку ну в общем вот так приятного аппетита пока пока делайте за мной повторяйте я как сказать я делаю все на одну порцию для себя если вам надо побольше значит вы там увеличите эти интегриенты сколько вам надо ну в общем вот так приятного аппетита кушайте со мной пока пока до встречи под встречи Продолжение следует...